Добрый вечер, доктор Закернаек. Меня зовут Мария. Я христианка. Я работаю в банке. Мой вопрос основывается на вашем утверждении, что в Библии нигде не говорится, что Иисус Христос является Сыном Божьим. С учетом моих знаний и понимания Библии, я выбрала два стиха, которые я процитирую. Я бы хотела получить только ваше разъяснение с точки зрения Ислама. Первый пример от Матфея, глава 3, стих под номером 17. «И сие глаз с небес, глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благословение». Второй пример от Иоанна, глава 3, стих под номером 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него...» Не погиб, но имел жизнь вечную. Да, верно. Сестра, поправлю ваше утверждение. В своем вопросе вы говорите, мол, я сказал, что нигде в Библии не говорится, что Иисус является Сыном Божьим. Я никогда не говорил, что нигде в Библии не говорится, что Иисус является Сыном Божьим. Я лишь сказал, что нет однозначного и неоспоримого утверждения, во всей Библии нет ни одного ясного утверждения, во всей Библии, в котором бы Иисус Христос сам заявил от первого лица «Я Бог и мне следует поклоняться». Я никогда не утверждал, что нигде в Библии не говорится, что Иисус является Сыном Божьим. Я сказал, что нет ни единого неоспоримого утверждения, ни единого однозначного утверждения во всей Библии, в котором бы Иисус Христос, мир ему, сам заявил от первого лица «Я Бог» или «Мне следует поклоняться». Если бы вы привели мне примеры двух таких заявлений, быть может, я принял бы христианство. Если же ваш вопрос предполагает, что под Сыном Божьим подразумевается, что Сын Божий является Богом, то считайте, что я уже ответил на ваш вопрос. Многие из христиан полагают, что под утверждением «Сын Божий» подразумевается, что Иисус сам является Богом. Сестра, вы знаете, что в Библии и Адам является Сыном Божьим, и Ефрем является Сыном Божьим, и Израиль является Сыном Божьим? В Библии полным-полно сынов Бога, что говорит сестра, что вы плохо читали Библию. Или же вы считаете, что все они являются Богами? Разве Адам – Бог? Разве Ефрем – Бог? Разве Израиль – Бог? Нет. Сын Божий, сестра, это выражение используемое, если вы почитаете послание к римлянам, главу 8, стих под номером 14, «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Если я следую предписаниям Бога и совершаю требования Бога, я являюсь Сыном Бога. В таком случае Иисус Христос, мир ему, без всяких сомнений и поистине является самым любимым Сыном Божьим, что означает, что он следует предписаниям Бога. В этом случае у меня нет никаких претензий. Если вы говорите, что под выражением «Сын Божий» подразумевается тот, кто следует предписаниям Бога, как приводится в послании к римлянам, «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи», Если я следую предписаниям Бога, вы следуете предписаниям Бога, и тем самым мы сыны Бога, то это совершенно невинное утверждение, и у меня оно не вызывает проблем. Таким образом, что касается вашего вопроса касательно цитаты от Матфея, главы 3, стиха 17, то я прояснил ситуацию. Перейдем ко второй цитате от Иоанна, главы 3, стих под номером 16. Что нам скажут христианские проповедники? Нет-нет, брат Закер, Иисус Христос, мир ему совсем не обычный Божий Сын. Он порожденный Сын Бога. И они приводят цитату от Иоанна, главы 3, стих под номером 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сестра, простой вопрос. Что означает слово «Единородный»? Что он не спасал его? Нет. Что означает слово «Единородный»? Что он не спасал своего Сына людям? Нет-нет, сестра. «Единородный» не означает, что он не спасал его людям. Вы владеете английским? Я владею английским. У вас, маша Аллах, прекрасный английский. «Единородный» не означает, что он не спасал его людям. Если я скажу, что вы породили Сына… Прошу прощения, что я перебиваю. Давайте без метафор. Простое значение слова. Я не являюсь ученой. Нет, вы не ученая, но у вас прекрасный английский. Я простой человек. Но у вас хороший английский. Если я скажу, что вы породили Сына, что это будет означать? Это будет означать, что у вас была половая связь с вашим мужем, и вы родили Сына. Порождение – это качество, присущее животным. Размножаться путем совокупления. Как можно приписывать это качество Всевышнему Богу? С кем Бог совокуплялся? С кем? Просто почитайте Библию. Если вы почитаете исправленную стандартную версию, которая является мировым бестселлером, исправленную стандартную версию, исправленную не мусульманами, не индусами, а 32-мя христианскими учеными высшей степени Пресвященства под попечительством представителей 50-ти христианских деноминаций, которые заявили, что слово «единородный» отсутствует в оригинальном манускрипте Евангелия от Иоанна в 3-й главе в 16-м стихе. Более того, они считают это слово вымышленной вставкой и фальсификацией. Таким образом, Иисус такой же сын, как и Адам, который упоминается как Сын Божий. Как и Сын Божий Ефрем, Сын Божий Израиль, он Божий пророк. Поэтому у меня нет никаких претензий к тому, что поистине Иисус Христос, мир ему, был пророком и посланником Божьим, но он не был Богом. Надеюсь, сестра, я ответил на ваш вопрос. А теперь давайте, сестра, поменяемся роля. Спасибо большое, доктор Закир. Я сказал, что я собираюсь принять христианство, если вы приведете доказательство того, что Иисус является Богом. А вы теперь готовы принять Ислам? Вы согласны с тем, что Иисус, мир ему, является Божьим пророком? У меня еще есть пара вопросов, которые я хотела бы уточнить. Милости просим, сестра. Почему мусульмане избегают выражения Сын Божий? Почему? Если отвечу на вопрос, вы примите Ислам? Я не принуждаю. Я думаю, у нас огромное количество мусульман в мире, но нам нужны истинно верующие. Нам не нужны мусульмане просто на словах. Да, нам нужны мусульмане на деле. И мы хотим стать мусульманами на деле, а не на словах. Хорошо, сестра, вернемся к вашему вопросу. Почему мусульмане избегают выражения Сын Божий? Очень хороший вопрос. Если вы почитаете Коран, сестра, то в Коране приведены 99 атрибутов Аллаха, субхану тааля. Ар-Рахман, ар-Рахим, аль-Хаким, наимилостивейший, милосердный, мудрейший. Но Аллах, субхану тааля, в своем последнем и заключительном откровении, если скажем, что есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, то Коран – это заключительный завет. В своем заключительном завете Бог не использует слово «абб». На арабском слово «абб» означает «отец». Почему так? Он использовал более сложное слово «рабб». Ведь слово «рабб» труднее произносится, чем слово «абб». И оно означает «господь», «владыка». Хозяин. Он использовал атрибут «рабб», а совсем не «абб». Почему? Потому что в предыдущих писаниях, которые позже были изменены, ведь все современные Евангелия не являются оригинальными, люди неправильно поняли значение выражения «сын Божий». Они стали воспринимать это как порожденный, единородный сын. Скажем, я обращусь к кому-нибудь, послушай, сынок, ты задал хороший вопрос. Если он задал мне вопрос, и ему 10 лет, но если я скажу «мой единородный сын, ты задал мне хороший вопрос», то сразу получу от него удар. Он даже не посмотрит на то, что Закер – пожилой человек, он просто ударит меня, поскольку это задевает честь его матери. Если я скажу «мой единородный сын», он взбесится, поскольку этим самым я намекаю, что я вступал в половую связь с его матерью. И, как казалось, невинное слово «единородный» вдруг становится не таким уж и невинным. Так же и тут. «Сын» – это хорошее слово, но люди стали приписывать ему ошибочное значение. И для того, чтобы исключить это заблуждение, Коран не использует слово «отец» для обозначения Всевышнего Господа. Иначе это приемлемое слово. В равной степени мы не используем выражение «сын Божий», чтобы люди не подумали, что этот человек является Богом. Почему-то ни один христианин не подходит ко мне с утверждением, что Адам – сын Божий, или Ефрем – сын Божий. Спрашивается почему? В Библии говорится, что Израиль – сын Божий. Так почему вы не говорите об этом? А потому что они запрограммированы верить, что Иисус Христос является Богом. Хотя он никогда этого не говорил. И я вам об этом уже сказал в своем предыдущем ответе. Он никогда не заявлял о своей божественной святости. Это означает, что вы оскорбляете честь Всевышнего Господа. Вы оскорбляете честь Иисуса Христа, мир ему. Это моя позиция. Если под христианином подразумевается человек, который следует учениями Иисуса Христа, то мы, мусульмане, в большей степени являемся христианами, чем сами христиане. А знаете почему? Потому что если мы почитаем Библию, то согласно Евангелию от Иоанна, Иисусу Христу сделали обрезание на восьмой день. Мы, мусульмане, практикуем обрезание, в то время как христиане не практикуют обрезание. Иисус Христос утверждал, что необходимо следовать каждому предписанию Библии, каждой заповеди. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах с 17 по 20 говорится, что если вы нарушите хоть одну из заповедей, вы не войдете в Царство Небесное. Возьмите Ветхий Завет, в котором ясно говорится в книге Левита, в 11 главе с 7 по 8 стих, в книге Второзакония, глава 14 стих 8, в книге Исаии, в главе 65, в стихах со 2 по 5, что вам запрещено свиное мясо. Мусульмане не едят свинину, в то время как христиане едят. Поэтому, если под христианином подразумевается человек, который следует учениям Иисуса Христа, мир ему, то мы, мусульмане, в большей степени являемся христианами, чем сами христиане. В Библии, в послании к Ефесянам, в пятой главе, в 18 стихе говорится, «И не упивайтесь вином». В книге Притчи, в 20 главе, в первом стихе, вино глумливо, и всякий, увлекающийся им, неразумен. Мусульмане не употребляют алкоголь, в то время как христиане пьют алкоголь. Я могу вам привести еще массу примеров. Поэтому, если под христианином подразумевается человек, который следует учениям Иисуса Христа, мир ему, то я заявляю, что я в большей степени являюсь христианином, чем сами христиане. Если вы станете мусульманином, вы будете более практикующим христианином, чем так называемые христиане на словах. А можно еще задать вопрос? Да, конечно, задавайте. Милости просим, сестра. Я не хочу разбирать или же критиковать ваше заявление. Пожалуйста, разбирайте и критикуйте меня, я буду только рад. Только если вы не начнете навязчиво утверждать. Скажем, вы станете настаивать, что ваше мнение лучше. Мне надо будет проверить, лучше оно или нет. Да, верно. Я вполне логично рассуждаю. Поэтому анализируйте, критикуйте, разбирайте. Если хотите, атакуйте меня. Но как только вы будете убеждены, примите. Сестра, пожалуйста, продолжайте. Нет, я, безусловно, не собиралась настаивать. Цель моих вопросов заключается в том, чтобы убедиться в истинности того, чему я следую. Вот и все. Спасибо большое. Сестра, вы можете задать любой вопрос, без проблем. Пожалуйста. Ваше намерение хорошее. Но я позволю себе сказать, что даже если ваше намерение и не хорошее, без проблем. Но у вас хорошее намерение. Задавайте любой вопрос, и вам не обязательно принимать ислам. Вас никто не может заставить. Коран учит нас, что в религии нет принуждения. Истина всегда ясна. Поэтому не подумайте, что если вы получите ответ, вам придется принять ислам. Только в день суда подтвердите, что вы получили от меня ответ. Пожалуйста, сестра, ваш вопрос. Спасибо большое. Вы сказали, мы, мусульмане, являемся лучшими христианами, чем сами христиане. Если процитировать мое утверждение полностью, то я сказал, что если под христианином подразумевается человек, который следует учениям Иисуса Христа, мир ему, то мы, мусульмане, в большей степени являемся христианами, чем сами христиане. Но это необычное утверждение. У меня нет специализированных знаний об исламе, или же христианстве. Спасибо большое, доктор Закернаек. Хорошо, можете спросить священнослужителей. Пусть они подтвердят, вам прав я или нет. Да, сестра. Спасибо большое. А в чем был вопрос? Это и был мой вопрос. Почему вы сказали, что мы, мусульмане, являемся лучшими христианами, чем сами христиане? У меня это просто как-то не укладывалось в голове. С чего это вдруг мусульманин начинает называть себя христианином? Да, все правильно, а все потому, что мы любим Иисуса Христа, мир ему. И мы любим его больше, чем вы. Мы любим его, уважаем его и почитаем его, но мы не поклоняемся ему. Я сказал это потому, что я люблю Иисуса Христа, мир ему, я уважаю его. Я почитаю его, но я не поклоняюсь ему. Потому что он никогда не призывал меня поклоняться ему. Именно поэтому я и сказал, что если под христианином подразумевается человек, который следует учениями Иисуса Христа, мир ему, то я в большей степени являюсь христианином, чем сами христиане. Потому что я люблю Иисуса Христа, мир ему, я уважаю его, я почитаю его, но я не поклоняюсь ему. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, сестра. Спасибо. Спасибо. Ас-саляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Аллах сказал в Коране, «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ». Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде. Примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа. Станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.